Самарским ученым есть что показать зарубежным коллегам. На выставке оборудования представлены лучшие проекты. Над этой платформой аспирант Самарского исследовательского университета Павел Гришников работал год. Это основа для тренажера, на котором учатся летать пилоты. Она выполнена по новым технологиям. Преимущество в том, что, во-первых, это на порядок дешевле. Да, конечно, есть недостатки. То есть она недостаточно жесткая, она такая податливая. Но когда мы говорим о пилотажных тренажерах, сам летательный аппарат, он движется плавно, так медленно. И когда нужно именно передать только ощущения, в принципе, пневматики оказывается достаточно. Это не единственный проект самарских ученых. На базе Самарского исследовательского университета имени Королева проводится большая научная работа. Студенты сделали несколько спутников. Один из них – АС-2Д, который вышел в космос с космодрома Восточный. Совместными усилиями со всем мировым научным сообществом участники встречи готовы создавать новую технику, которая сможет работать еще более эффективно и точно. Ни один университет или ни одна лаборатория по отдельности решить эти проблемы не может. Но когда мы объединяем свои усилия вместе, когда мы дополняем друг друга в той части, которая профессионально в каждом коллективе более выигрышна, мы получаем результат, который, я надеюсь, позволит нам вместе с вами, дорогие друзья, идти по пути развития и прогресса. Это уже третья международная научно-техническая конференция, посвященная изучению динамики и виброакустики машин. Поделиться опытом на международную конференцию в Самару приехали представители Финляндии, Франции, Австрии и Японии. Планируется, что участники обсудят передовые разработки в робототехнике, машиностроении, авиационной и судостроительной промышленности. Конкуренция производителей оборудования, она с каждым годом усиливается. И сегодня на рынке готовой продукции побеждают те, которые предлагают изделия более высокого качества. А качество оценивается в том числе, после того, как изделия выполняют необходимые функции, в понятие качества входит все-таки отсутствие шумов, дополнительно отсутствие вибрации. По итогам международной конференции выйдет сборник научных работ ученых со всего мира, а также статьи на английском языке, которые опубликуют в популярных научных иностранных изданиях. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.